Салатский наверное их можно назвать. Я бы ребенка одного бы не отправил. Железнодорожная станция, ручей. И вот такая дорожечка. Вот этот забор стоит. Школа с детским садиком начальная. Пыли, в грязи. И у меня конечно остается загадкой. Монолитное строительство. Нужно помнить о том, что электричка идет. Но нужно конечно понимать, что за колючей проволокой. Как культурненько сделано. Если застройщик. Я даже знаете не знаю куда можно выйти здесь. Потому что здесь промка. Быстрый и комфортный. Не комфортный еще раз. Наличие детского сада и школа в вашем во дворе или жилом комплексе. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня в Санкт-Петербурге у нас 3 число. 3 октября. Четверг. Времени у нас 14 часов 35 минут. И идет такой классический питерский мелкий дождик. Небо все затянуто свинцовыми тучами. А мы с вами приехали к жилому комплексу Академик. Вот он за моей бейсболкой. Видите? Жилой комплекс Академик возводят между Пискаревским проспектом и Ручьевской дорогой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Школы и сады здесь переполнены из-за массовой застройки новостройками. У застройщика в проекте есть начальная школа на 100 мест и детский сад на 80 мест. Но я лично полагаю, что мест на всех не хватит. Ну и не забываем о том, что наличие детского сада и школа в вашем во дворе или жилом комплексе не означает, что именно ваш ребенок пойдет в этот детский сад и школу. От строящегося комплекса до железнодорожной станции Ручьи 900 метров. Электричка вас довезет до финляндского вокзала за 18 минут, а стоимость билета составляет от 45 рублей в одну сторону. Финляндский вокзал это станция метро Площадь Ленина. Так что электричка очень удобный вид транспорта, учитывая плотность на Пискаревском проспекте. Поток машин, конечно, просто непрекращаемый. Вот она впереди, ближайшая остановка общественного транспорта, напротив, соответственно, чтобы отсюда выехать. И здесь же пешеходный переход. Ближайшая станция метро к строящемуся комплексу это Академическая. До нее 5 километров или 30 минут езды на автобусе. Но благо остановка общественного транспорта прямо в шаговой доступности от возводимого комплекса. Времени без 25.04. Обратите внимание, сколько уже людей на светофоре. То есть сейчас пик, здесь достаточно большое количество людей, ожидающих зеленый сигнал светофора. Выходишь, тут сразу есть пекарня, где можно выпить кофе, особенно в такую погоду, настоящую питерскую. У проекта две очереди строительства. Согласно проекту, первую очередь должны сдать в третьем квартале 2025 года. Вторую – в четвертом квартале 2025 года. Соответственно, ключи выдадут в первую очередь до 30 мая 2026 года, а в вторую очередь до 30 июня 2026 года. Каждому жилому комплексу перед выдачей разрешения на строительство застройщики предоставляют технические условия на присоединение к инженерным сетям. Газ, вода, канализация, электричество, интернет и многое другое. Так, согласно проектной декларации застройщика, тех условия на часть присоединения к инженерным сетям закончились уже в конце сентября 2024 года. Эти данные разместил в своем телеграм-канале, чтобы вы могли сами все внимательно посмотреть. В проекте жилого комплекса 650 квартир и 300 машиномест и 71% от общей площади – это студии и однокомнатные квартиры. Но для меня лично этот проект не семейный. Так как в проекте застройщика есть начальная школа и детский сад, то у этих соцобъектов должна быть своя территория. А это значит, что часть дворового пространства отойдет социальным объектам. В своем телеграм-канале разместил план земельного участка. Посмотрите. Стандартная высота потолка в комплексе 2 метра 75 сантиметров, а на последних трех этажах 3 метра 5 сантиметров. На момент съемки видео однокомнатная квартира стоит от 8 миллионов рублей в черновой отделке, но за дополнительные деньги можно заказать чистовую отделку от застройщика в светлом или темных тонах, а также получить сегодня дополнительную скидку. На период строительства можно получить ставку по ипотеке 3%. Напротив строящегося жилого комплекса «Академик» – жилой комплекс «Ручьи» от застройщика ЛСР. Стоимостью однокомнатные квартиры от 5 миллионов 400 тысяч рублей в чистовой отделке. Комплекс уже заселен, и там большое количество различной коммерции. На территории комплекса есть прудик. Благоустройство двора выглядит красиво. Надеюсь, что застройщик все сделает так, как у него в рекламе. На месте строительного участка был лес, который частично вырубили. Идемте смотреть. Ну и естественно, почему я начал здесь? Потому что здесь промка. Обратите внимание, что здесь большой массив различных промышленных объектов. И вот сейчас мы с вами идем к Пискаревскому проспекту. Ну и естественно, я снимал здесь не только из-за того, чтобы вам показать промка. Потому что на Пискаревке большой шум. Здесь обратите внимание, вот сейчас времени без 14.03. И смотрите, какой большой поток автомобилей. А вот уже и виднеется жилой комплекс Академии, который возводится по монолитной технологии. Цветовые проемы, мы видим, закладывают газоблоком. И, пожалуй, стены к соседям будут тоже из газоблока, либо, наверное, из камня СКЦ. А частично из монолита. У застройщика РСТ очень много очень похожих, одинаковых, практически домов. Вон тут вся стройплощадка закрыта, вся колючая проволока. Вот отсюда мы видим. Вот она обычная технология мокрого фасада. То есть вот на этот фасад приклеили утеплитель. А штукатурили, окрасили. Это выглядит вот так. Ну вот наберите там жилой комплекс КОП, там другие. Или на сайт РСТ зайдите, увидите, что все примерно одинаково. Итак, промка. Значит, сюда заезжает постоянно и вылетают грузовики. Выезд, заезд здесь, ну, такой плотный, друзья. Потому что, ну, в 3 часа дня откуда должно быть такое количество машин. Но Пискаревский всегда очень-очень плотный. А вот и, кстати, жилой комплекс ручьей от ЛСР. Смотрите, сколько много машин. Но зато и хорошо сходит общественный транспорт. Из комплекса, вот я даже, знаете, не знаю, куда можно выйти здесь. Потому что оживленное Пискаревский. Либо идти к домам ЛСР, либо в советскую застройку. Но там особо делать нечего. Конечно же, если застройщик выполнит все, что в его есть рекламе, то двор будет крутой. И, скорее всего, большинство жителей будет приходить туда, чтобы погулять со своими детьми. Тротуар здесь, конечно, достаточно узкий. Даже вот два человека. Вот идешь, идет напротив человека. И вот разойтись, знаете, уже приходится боком. Вот он, комплекс уже виднеется. Видим здесь строители, которые что-то делают. Вот сейчас будем подходить ближе, смотреть, как застройщик возводит свой жилой комплекс. И пойдем еще куда дальше пройдем с вами. Вот отсюда видно. Руставели 900 метров. Ручевская дорога 600 метров. Шафировский проспект 2 километра 600 метров. А если с вами обратим внимание на утеплитель, то вот видно, что приклеили его достаточно хорошо. Не видно, чтобы где-то чего-то они пропустили. Но дует ветерок. Видно, как люльки раскачиваются. Первый раз, конечно, страшновато на такой люльке находиться. А рабочие в разной одежде, но при этом они в касках и со страховкой. Помню, спрашивали про памятник. Памятник, друзья, находится не на территории жилого комплекса. К нему свободный есть доступ, освещение, скамейки, урны. Обратите, все как культурненько сделано. Красиво. Пихточки вот так высажены. Красота. Это памятник рабочим совхоза ручьи, погибшим в боях из-за родины с 1941 по 1945 год. С высоты можно посмотреть, что на территории комплекса за колючей проволокой. Никогда не понимал, для чего вот такая колючая проволока нужна. Знаете, такое ощущение, что это какой-то военный объект, а не стройплощадка. Для чего делать вот такой забор, когда можно забор сделать обычный, знаете, из сетки. Здесь, конечно, я для себя понимаю, что в первую очередь откроются это пункты выдачи заказов ПВЗ, так называемые. Потому что им не нужны большие площади. На первых этажах здесь у застройщика коммерция откроются продуктовые магазины. Так как это город, сюда нормально идет доставка и продуктов питания, и различных товаров. Но нужно, конечно, понимать, что я даже не знаю, куда здесь пойти, вот так пешочком прогуляться. Но вдоль комплекса, по территории комплекса, все. Из плюсов, конечно, основных для меня это железнодорожная станция ручьи. Железнодорожный транспорт, он всегда быстрый. В отличие от общественного транспорта, автобусов и маршрутных такси. Но нужно помнить, друзья, о том, что... Нужно помнить о том, что электричка идет, она идет не пустая в ручьях, она уже идет забитая. Потому что за ручьями большое количество различных станций. Даже та же ласточка, она идет не пустая. И там всего лишь немножечко совсем дороже билет, но зато комфортно. Есть кондиционер и есть вай-фай. На нем всегда работает. Мы зашли с другой стороны, где вот идет ручьевская дорога. Понимаем, да, что вот эта стоянка, она здесь так и останется, потому что это частная территория, не относится никак к комплексу. К комплексу, вот он, можно его посмотреть уже ближе. Здесь мы видим, что фасад в такой, знаете, большей степени готовности. Видно, что моросит дождик. Они затирают. Вот там прям слышно, как они это делают. Вот, соответственно, фасад. Ну, фасад, ну, не знаю, такой, знаете, на любителя. Ну, хотя бы он, знаете, в отличие от жилого комплекса ручьей, который, ну, такой весь прямой. Здесь хотя бы есть какие-то сделаны декоративные элементы. Они, конечно, смотрятся, ну, так, по мне, поинтереснее. И вот здесь по ощущениям, что окна больше, чем в том же жилом комплексе ручьей. Ну, и, конечно же, нужно отметить, что это все-таки монолитное строительство, а жилой комплекс ручьей – это панельное строительство. Там все, что вертикальное и горизонтальное, из различных, ну, из панелей по проекту. Видно, что у нас в строительной площадке есть строители. Видно, что есть стройматериал. Первый вот этот этаж – это стилобат, в котором как раз и будет парковка автомобильная. И тоже, знаете, как-то странно. Где-то информация, что в карточке, например, объекта, что 186 мест, в проекте, в экспертизе проектной документации 300 мест. Ну, посмотрим, конечно, что будет вживую. Можно даже все посчитать. Ну, это заленение видим, да, вот немного вот они оставили. Остальное это все было вырублено для того, чтобы построить вот эти большие дома. Не понимая, почему здесь территорию не могли оставить побольше деревьев, для меня, конечно, остается загадкой. Ох ты, горбатый запорожец. Ну, ничего себе, милота-то какая. Так, давайте посмотрим, что у них здесь с бетончиком. Ну, вот нигде не видно, чтобы осталась опалубка, как это бывает. Что, естественно, неправильно. Ну, что мы тут видим? Кое-как цоколи они утеплели. Вон, видите, на пене. Ну, это так. Можно так сказать, что бы было. Ну, по бетону я бы поставил бы им 3 с плюсом, наверное. Видим, как проемы закрывают газоблоком. Газоблок здесь видно, что монтируют на клей. А когда монтируют на клей, шов очень тонкий, и, соответственно, промерзания намного меньше. То есть это правильно, нежели чем когда делают на цементу, что у цемента будет слой толще. Ну, в принципе, смоется неплохо. Ничего не могу сказать. Конечно, если застройщик сделает все так, как у него в рекламе, то будет, конечно, здорово. А вот он, получается, заезд-выезд в паркинг. Он вот такой полуподземный. Стеллобатый. И на Стеллобате, соответственно, расположены дома. И где Стеллобатый, там дальше той стороны, там будет коммерция. А идем дальше с вами по Ручевской дороге. Пискаревский проспект, он вот там. Моросит дождик. Видим старое садоводство. Видите, какие-то постройки здесь остались. Парковка, где паркуются строители жилого комплекса. Здесь, кстати, уже тише, нежели чем когда возле Пискаревского идешь. Но все равно доносится шум от автомобилей, от проезжающих автомобилей. Понятно, что в квартире за стеклопакетами вы этого не услышите. Но те окна, здания, которые выходят как можно ближе к Пискаревскому проспекту, понятно, будут в пыли, в грязи и в гаре. Ох, камыш сухой, классный. Помните, как в детстве кто-то поджигал его, и он так дымит прикольно. Так, вот он, еще один въезд-выезд. Будущий, который будет, пока сейчас, соответственно, настрой площадку. Ну, дома, на самом деле, расположены так очень специфически. Вот здесь, например, вообще один-второй дом, вот между углом, там расстояние, не знаю, может там 5-7 метров, 10. Нет, 10 метров, нет, 5-7. Тут между домами тоже небольшое расстояние, могли бы, конечно, подвинуть, но тогда было бы меньше квартир. А вот уже впереди детский сад со школой видим. А вот здесь тоже есть интересный момент. Обратите внимание, где-то есть стены, которые полностью из бетона. Где-то поставят окна и приклеют утеплитель. А где-то из газоблока. Также и между квартирами есть стены из бетона. То есть, понимаем, бетон это один материал, он очень плотный. Звукоизоляция хорошая будет. Чем плотнее материал, тем лучше звукоизоляция. А часть стен будет к соседям из блоков. И вот тут, конечно, есть вопросы. Как качественно сделать застройщик, так и будете. Слышать вы соседей, либо, соответственно, не слышать. И вот смотрите, обращаю ваше внимание, вот территория комплекса. Вот этот забор высоченный. А за ним сразу промка. То есть, вот школа с детским садиком начальная разделяет промку от, соответственно, жилого комплекса. Напротив тоже промка. Ну и с Ручевской дороги за территорией, вернее, за строящимся зданием школы детского садика, виден жилой комплекс Ручьи. А если бы я себе здесь выбирал бы квартиру, то я бы выбирал бы лучше пусть будет вид на промку. Потому что я для себя понимаю, что ближайшие лет 10 точно здесь никто ничего не застроит. А у тебя какой-то высокий этаж, и там прям вот такой вид классный, нежели чем на Пискаревске. Но с другой стороны, вид на Пискаревске, знаете, чем интересен, что там постоянно идет движение. И, например, если у вас есть кошка, она будет целыми днями сидеть и смотреть в окно на проезжающих автотранспорт. Кричащих ворон и прилетающих голубей. Видите вот этот забор? Вот этот забор стоит по границе участка застройщика, на котором возводится жилой комплекс Академик. Вот это все же принадлежит не ему. То есть здесь никто ничего не благоустроит, друзья. Здесь вот как все есть, вот так и останется. Канава, камыш, лягушки и все остальное. Прямо напротив жилого комплекса, вот здесь, друзья, проходит железнодорожное полотно. Ну и, соответственно, вы будете слышать шум не только автомобилей, но и проезжающего железнодорожного транспорта. Вот она получается дорога, вот где пешеходный переход нам направо, в сторону станции ручей. Идем туда смотреть, чтобы вы знали, куда вам придется всю вашу жизнь ходить, если будете здесь, соответственно, жить. Видите, как местные люди, это жилого комплекса ручьи, пока ходят. А когда сдадут, соответственно, Академик, будете вы ходить именно по этой дороге. Не делюсь, здесь со временем какие-то, знаете, ларечки поставят и будет коммерция. От комплекса всего 900 метров, вот он, жилой комплекс. Вот она, Ручевская дорога, вот он, Пискаревский. Вот пешеходный переходик и вот такая дорожечка. Спасибо, что хотя бы асфальтированная. Вот уже все, впереди станция. Здесь все, как говорится, в шаговой доступности. После работы можно покормить голубей, уточек. Обратите внимание, какое прекрасное, красивое здесь болотце. А вот, друзья, и железнодорожная платформа ручьи. За ней большое количество маршруток, на которых вы тоже будете ездить. Гаражи, прекрасная вот такая дорога. Станция оборудована железнодорожной всем самым современным и нужным. Есть скамейки открытые, чтобы когда шел дождь или снег, вы всегда знали, что он идет. Чтобы взяли с собой обязательно зонтик. Вот видим одну будку за решеткой. А, еще две впереди, извините. И все, в принципе. Вот видите, железнодорожная станция, ручей. Вот такая здесь красота. А вот там за домами начинается жизнь. Еще один из моментов, вот до железки. Вот там это Красногвардейский район. А вот это уже, друзья, Калининский, другой район. Соответственно, нужно понимать, что ближайшие школы и детские сады, они в принципе в Калининском районе. Но так как вы относитесь к Красногвардейскому району, то, соответственно, будете ходить в свою школу и в свой детский сад. Очень странно, ни одного электрические поезда не видно, но при этом вот это звенит уже минут 10. Стоял, стоял, пришлось идти нарушать. Вот он весь, транспорт. Да, знаете, я бы ребенка одного бы не отправил бы через вот эти железнодорожные пути, их просто там огромное количество, чтобы он сюда шел один. Страшновато за него будет. Сами обратите внимание, сколько путей нужно перейти до того момента, пока ты все полностью перейдешь и дойдешь до своего жилого комплекса. Ну а если пойти пешочком туда, то где-то примерно в 3 километрах или 30 минутах пути будет станция метро Академическая. На общественном транспорте отсюда примерно вот 20 минут пути, но на самокате, которых здесь огромное количество, люди просто, вот я пока шел один за одним туда едут на великах, на самокатах, где-то около 15 минут, поэтому понятно и выбирает этот быстрый современный электротранспорт. К застройщику одни вопросы, к городу, соответственно, другие вопросы. К застройщику это проекту, квартирографии, качество отделки, качество материалом применяемым, многому другому, той же шумоизоляции и всему остальному. К городу, конечно, вопросы. Знаете, выдают разрешение на строительство, а как людям добираться, куда детей будут водить в школу и в детский сад, где поликлиника ближайшая и все остальное. Я всегда очень внимательно смотрю проекты и рендеры застройщиков. И этот комплекс не исключение, я для себя увидел определенные особенности. Так, в жилом комплексе вход в уровень с землей, все хорошо, здорово, но чтобы подняться на первый этаж из холла, то должен будешь преодолеть ряд ступеней. Вот как раз как и у платформы, очень-очень похоже. И там же есть вот такие, как салатские, наверное, их можно назвать. Ну, как я не представляю, тележку туда закатить или закатить туда коляску с ребенком, но это, конечно, проблематично. Не понимаю, почему до сих пор застройщики строят, проектируют такие проекты. Вопрос остается, друзья, открытым. Напишите в комментарии, какой жилой комплекс хотите увидеть на моем канале. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok